Музыка, танцы, театр и живопись. Сегодня в Гомеле распространялся первый международный фестиваль мастерства «Угомельфест». На протягу труден, его удельники представят свои таленты в сенах ГЦК. С журой и конкурсантами познайомилась Ганна Корольчук. Девятигадовая Арина Иголкина приехала на фестиваль разом с матью и наставницей. Девчонка из Минска выступает на инструментальном отделении, играя на фортепиано. Ее можно назвать незвычайной удельницей. Угода Арина стратила зрок с запухлины головного мозга. Але не глядячи на хворобу, яна научилась играть на музычном инструменте и уже выступала на великой сцене. Я за два дня выучила песню, ну, сиряка, и поехала в Москву, не научила таматься выступать. Я играла, а она пела под оркестр. А потом позвонила и сказала, привезу в Минск подарок. Гомельфест объединял около 2000 талиновитых гостей из шести краин. Его программа уключает пять номинаций – вокальную, хореографичную, инструментальную, театральную и выявленчую творчесть. На суд журы у дельники проставят 50 танцевальных номеров, больше за 60 инструментальных композиций, свыше 30 театральных постановок, а так само 35 работ юных мостаков и 200 вокальных творов. Як означают члены журы, мероприемство да поможет профессионалам развивать супрацовництво и обмениваться в опытом. А так само шукать новых зорок ся рода матерал. Я вообще считаю, что конкурс – это прекрасная площадка не только для того, чтобы себя показать, но и действительно пообщаться со своими сверстниками. Потому что тогда ты узнаешь свой уровень, ты действительно видишь, ты растешь. И это возможность пообщаться между собой, а также это возможность коллегиально обсудить какие-то вопросы и для педагогов. То есть это такой хороший момент, когда действительно все могут объединиться и не только поконкурировать, но и именно пообщаться. Мне кажется, что это такой взгляд в будущее. Может быть, мы сегодня уже отбираем каких-то солистов, которые будут через некоторое время играть с оркестром. Уже было несколько хороших выступлений и ожидаем, что в течение дня еще услышим очень много интересного. Экспериментальные театры, народные, сучасные, эстрадные, академичные коллективы, хоры и кавербэнды отримать за довольнение от выступлений возможно на вот самый потребовальный глядач. А завершится все великим галоконцертом 16 листопада. В 18.30 будет большущий галоконцерт. Мы уверены, что в зрительном зале будет некуда яблоко упасть, все будет забито. Когда будут претенденты на гран-при, среди этих ребят будут выбраны наилучшие представители в каждой номинации, которые выступят на галоконцерте, среди этих ребят определится абсолютный победитель Гомельфест, обладатель гран-при и ценных призов. Завтра в ГЦК протягнутся конкурсные прослуховывания вокального отделения в субботу хореографичного. В выходном мероприемстве «Вольны». Ганна Коральчук, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».